Всем привет! Смотрю в камеру. Видос будет о том, как можно по этой карте получить небольшую скидку. Или большую, если у вас там много баллов. У меня, короче, было видать 27-26 или типа того. И тут мне на мыло, может, вчера еще приходит сообщение о том, что вот, мы типа вам 300 баллов накинули, потратить их на что-нибудь до 20 мая включительно. В любой типа пятерке вашего города и вообще в любой пятерке типа. Но так как у нас, я, кстати, помню, что в Каментах кто-то говорил, что типа, ой, мне вообще ничего не насчитывается, не насчитывается или не списывается, или что-то в этом роде. Как я поняла, там 10 баллов равно 1 рублю. То бишь 300 баллов это 30 рублей. В общем, у меня тут случилась сегодня покупка. Вообще у меня случилось 2 покупки. И еще забирала я заказ с Азона, гоняла на велике. В объезд по вменяемой дороге с минимумом машин и практически отсутствием людей. Хоть и в объезд, ну, в смысле, хоть и слегка дальше, чем обычно, но зато в объезд можно нормально проехать, не думая, что вот тут надо где-то сходить, тут надо где-то везти. Короче, обзор Азона будет отдельный. Я сначала думала сделать АСМР и вскрыть, но как бы АСМР недавно был сравнительно, и я не хочу забивать Азоновский плейлист чем-то шепчащим, помимо просто обзоров Азона, поэтому будет просто обзор Азоновской посылки, коробки заказа. В общем, вот такая обычная карта, пятерковая, собирающая бонусы за покупки и помогающая тратить эти бонусы. Покупки? И скинулась у меня сегодня. Небольшая такая покупка, я вообще тупо туда думала зайти за влажными салфетками, накупить и оплатить их баллами, сколько типа есть. Но я не очень в курсе была, сколько у меня вообще этих баллов, а уточнять было как-то не с руки. А у нас, почему влажные салфетки, в городе случилась какая-то авария, уже всё вроде как уделалось, и воды в городе было немае, ни холодной, ни горячей. То бишь, как я поняла, тут холодная вода как бы общегородская, а горячая как-то сама по себе. Но я так поняла, что горячая в плеточном всё-таки напрямую зависит от холодной, если не от холодной воды, то горячая тоже кирдыкивается. И в общем, влажных салфеток мне набыло. Видимо, как-то совпало так, что я как-то не совсем влажных салфеток купила. И приехала домой, вода уже есть. Практически уже есть. У меня эта горка посуды, накопившаяся со вчерашнего вечера или сегодняшнего утра, все-таки вымоется водой, а не будет жить. Я уж боялась, что до садового дня этой воды не будет. Как вообще можно быть так, это без воды? Короче, вот в пятёрке рядом с базой Озоном, с Озоновской базой выдачи, я увидела вот нечто вот такое. Надо сказать, у меня сладкое вообще закончилось. У меня там какие-то белые карамельки сахароподобные, крепенькие такие, им уже месяца три, наверное. Потом три конфетки ирисковые такие, умка или что-то в этом роде. И может быть пара печенинок. Всё, сладкого. Всё, а сейчас, ну, нифига нет. Ну, не считая мёда и варенья. Всё. Ну, ещё сахар. Если тут занавеска шарахалась, то мне где-то кот тут, наверное, на балкон профинтюлил. В общем, увидела я. Я, правда, не сразу заметила, где там эта дата рождения, дата смерти. И это у нас, она шла там что-то по скидке 149 рублей. Какая изначальная цена, я не помню. Вышла она мне в итоге за 107 рублей. Ну, вообще вся эта покупка вышла за 107 рублей. Тут они подкидывали. Вообще бы вышла она мне на 162 с копейками. Если бы я платила картой, то было бы дословно 162 рубля 29 копеек. Если бы платила наличкой, то копейки, насколько мне известно, там округляются. Ну, и в общем, так как я сказала, вот, картой гру, если там есть баллы, может, типа, ими, там, списать их. И списалась у меня 55 баллов внезапно, благодаря тем, которые ещё закинули. Ну, и в общем, вся вот эта фигня мне обошлась в 99.16. А ещё были влажные салфетки. Чё-то я так развивалась там. 8 рублей 16. Тоже вроде как 16, да, или сколько там. А, и 13 копеек они. Вышли мне, так-то они, по-моему, там 12 стоят, или что-то в этом роде. Но обычные влажные салфетки, это фирма Толли, Толли Плюс, по-моему, это чисто пятёрковое что-то. Ну, и тут у нас чего? Это халва мини, ассорти 216 грамм. Халва кунжутная с ароматом ванили, потом халва кунжутная с фисташками, и халва кунжутная с какао. Там ещё было две таких коробочки, по-моему, у этой же фирмы чисто халва, а нет, другой фирмы. Тут у мини халва, а может и этой же фирмы в ХЗ. В общем, скорее всего, у другой фирмы, там какое-то другое слово было написано каким-то зелёненьким таким логотипчиком. Где хоть её делают-то? Адрес изготовителя Израиль. В общем, видимо, делают всё же в Израиле. Количество в упаковке 18 штук. По 12 грамм каждая. Чего же я всё зеваю-додеваю. В общем, там была чисто вот такая упаковочка, может, 250 грамм. Халва кунжутная с фисташкой, такая зеленоватенькая. И халва кунжутная с какао. Видимо, там какие-то птички, и по ходу дела кот туда уфинтерил. Я не знаю, слышно ли в эту камеру эти птички. В общем, я сначала увидела это, потом увидела те, те стоили примерно так же. Ну, коробочка, короче, была выгоднее покупать, чем вот этот вот пакетик. Но я что-то подумала, что вот он так смотрел на меня. Я вообще как бы сладкого-то ничего не хотела. Ну, в общем, я решила, что мы, наверное, с ним друг друга хотим. Он хочет, чтобы я его съела, а я хочу, наверное, его купить. В общем, я его купила. И вот такие вот салфетки. И где-то, так можно сказать, одну треть заказа я платила баллами, бонусами. Или как они там эти, пятерковыми с этой карты выручайки. Это на тему того, что все-таки действительно можно оттуда баллы списать в магазине, если подойти к братовцу и сказать. Ну, вообще, они как бы сами спрашивают всегда, есть ли у вас наша карта. Как бы обязаны спрашивать, хотите ли вы списать баллы, если там приличное количество баллов. Но у меня всегда как-то с баллами напряг. Как-то пару раз было какие-то бонусные баллы. Я их, конечно же, проспала. Скажем так, но я уже второй раз что-то, первый раз я не помню, какие-то фрукты я, по-моему, или полностью оплатила этой картой, или частично. Ну, как-то вот. Так что, если у вас нет этой карты, то приобретайте, или там как-то получайте бонусом, или списывайте баллы. Всем пока!